Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня бы хотелось поговорить на такую тему, почему возникают грыжи в межпозвонковых дисках, откуда они берутся, какие есть теории на этот счёт. В интернете можно найти очень много информации, которая говорит о том, что проблема с межпозвонковыми дисками возникает из-за лишнего веса, курения, плохих мышц, что нужно мышцы массажировать, укреплять, массировать, разбивать в них триггерные точки, тогда грыж не будет. Насколько правомощны эти теории, насколько действительно в них есть смысл, насколько они верны, что об этом говорит научные исследования и моё личное мнение по этому поводу пытаюсь в этом видео немного раскрыть. На этот счёт я подготовил три клинических случая с МРТ, которые мы разберём. Это две девушки-близняшки с грыжами и одна женщина уже зрелого возраста и сравним МРТ-картину и их образ жизни, их влияние в образовании этих грыж. Итак, давайте сразу обратимся к клиническому примеру. Вот здесь девушка молодого возраста, 32 лет, которая жалуется на боль в пояснице и боль, которая отдаёт по задней поверхности левой ноги. Здесь, посмотрите, что мы у неё видим. Поясничный отдел позвоночника и здесь вот мы видим такие вот прекрасные белые светленькие диски вверху и такие тёмненькие диски с грыжеобразованием внизу. Что здесь хочется отметить? Что в норме диск, он вот такой вот светлый, в основном он состоит из воды и покрыт фиброзным кольцом. Это такая прочная структура, которая удерживает эту воду внутри и сам диск выполняет такую амортизирующую функцию, участвует в движениях позвоночника. Сами эти диски, они получают питательные вещества через замыкательные пластинки, то есть вот эти вот отделы, это замыкательные пластинки, и через вот эти вот микроканальцы вот здесь к диску поступают питательные вещества. Тем самым поддерживается нормальный гомеостаз в диске, то есть нормальный обмен веществ, и диск, собственно, служит долгое время. Однако есть такое понятие, как дегенеративная болезнь диска. Дегенеративная болезнь диска возникает в результате нарушения питания этого диска, и вот на примере вот этой пациентки это хорошо видно. Посмотрите, вот, допустим, у нее на уровне L4, L5 диск потемнел, это называется дегенерация диска, то есть диск начал терять воду, здесь вот ядро и кольцо уже не очень хорошо различаются. Здесь мы видим вот этот вот микроразрыв фиброзного кольца, то есть это вот такие вот начальные изменения этого диска. Такие диски могут давать боль в пояснице, боль в ноге они обычно не дают, потому что здесь мы вот видим на другом картиночке, что нервные корешки свободны, и, собственно говоря, с давлением нервных корешков нет. А вот на уровне ниже мы здесь видим настоящую грыжу, секвестр. Вот, посмотрите, это грыжа L5-S1, с левой стороны она здесь секвестрирована и передавливает S1 корешок. В результате этого у девушки возникла сильная боль в левой ноге по задней поверхности, которая мешает ей там ходить, лежать, спать, то есть значительно ограничивает ее жизнедеятельность. Собственно говоря, здесь мы видим, что есть довольно выраженные вот эти вот дефекты замыкательных пластинок, то есть здесь питание диска явно нарушено, диск потемнел, снизился по высоте по сравнению вот с этими, то есть здесь мы можем померить высота диска в сантиметр, здесь расстояние такое же, может быть, чуть-чуть просел по сравнению с этим, и вот здесь диск, видите, тоже подпросел, снизился в высоте и потерял по цвету. Это вот явление называется, как я сказал ранее, дегенерация диска, дегенеративная болезнь. Кроме того, мы здесь видим вот эти вот изменения по типу модик, это изменения по типу модик-2, то есть уже жировая дегенерация, перестройка, которая говорит о том, что вот эти вот канальцы, через которые поступают питательные вещества, они частично склерозировались, заместились там жировой тканью, и питание диска нарушилось, диск стал более хрупким, то есть диск потерял свои вот эластические упругие свойства и стал более хрупким, и, видите, из него образовалась вот грыжа, уже такая созревшая. Хочется сказать, что вот из таких дисков здоровых, здесь даже при сильных нагрузках, то есть человек там может поднимать тяжести, не знаю, делать становую тягу, у него вот из такого диска вероятность образования грыжи стремится к нулю. Действительно, иногда бывают какие-то травматические грыжи, иногда мы такое видим, но в большинстве случаев грыжи не возникают на пустом месте, из-за того, что там человек что-то поднял, как-то наклонился или чихнул, для этого должно быть предрасположенность в виде вот такой вот дегенеративной болезни диска, то есть разрыхление этого диска, повреждение его структуры, то есть снижение его прочности. И, конечно, вот из такого диска грыжа может образоваться, и она, собственно говоря, образовалась, и сдавила вот здесь проходящий корешок. Ее сестра живет примерно такой же жизнью, как и она, и у нее тоже в возрасте 32 лет образовалась такая же, собственно, грыжа. Посмотрите, у нее позвоночник точно такой же, то есть это обе худенькие девушки, у них прекрасные мышцы, это стройные девушки модельной внешности, у них нет никакого тут жира, то есть мышцы, посмотрите, какие прочные, хорошие, классные мышцы, девушки в прекрасной физической форме, занимаются там фитнесом, ведут активный образ жизни, но, и видите, и у той, и у другой в одно и то же время, независимо от их физической нагрузки, независимо от их образа жизни, а образ жизни у них прекрасный, как я сказал, да, нет вредных привычек, нет никаких вредных факторов, вот в таком молодом возрасте образовались такие выраженные грыжи, причем эти грыжи такие темные, большие, на одном и том же уровне, и вот изразнится только то, что у одной девушки эта грыжа образовалась с правой стороны, и болит правая нога, и у другой девушки точно такая же грыжа, Л5С1 с левой стороны, и болит левая нога. Собственно говоря, эти девушки лечились консервативно, им консервативное лечение не особо помогало, к сожалению, симптоматика прогрессировала, эти две девушки были прооперированы у нас в клинике, с положительным эффектом уже прошло после операции более 11 месяцев. И вот из интересного то, что у одной случился рецидив, у другой рецидива грыжи не случилось, хотя опять-таки послеоперационный период соблюдался одинаково и у той, и у другой, вели они активный образ жизни, вернулось к обычной жизни, но вот у второй случился небольшой рецидив грыжи, Л5С1 в целом не криминал, также ситуация поправима, никаких проблем здесь особо нет. И еще одна женщина для примера, эта уже женщина обратилась ко мне на консультацию и принесла вот такие снимки МРТ. Здесь что на себя обращает внимание? То, что эта женщина 52-х лет, вот ее снимки, у нее, посмотрите, в отличие от этих девушек, здесь есть избыточная масса тела, она ведет не очень активный, здоровый образ жизни, не занимается там активно фитнесом, но при этом посмотрите, какие у нее прекрасные диски, видите, они все светленькие, они все красивенькие, они полностью такие водянистые, нигде не потемнели, все примерно одной высоты, и нигде на этом протяжении, на всем протяжении нет нигде образований грыж. Даже вот этих выбуханий, балджин, то, что называется выбухание диска, начальных таких протрузий даже такого нет. То есть диски и позвоночник у нее на самом деле близки к идеальному. Мышцы тоже у нее, посмотрите, довольно прекрасные, хоть человек и не занимается спортом, вот эта вот поясничная мышца, это мышцы выпрямляющие позвоночник, видите, здесь у него жировая прослойка сзади намного больше, чем у девушек, да, сравните. Видите, здесь вот жира совсем нет, то есть девушки совсем худенькие, а здесь, посмотрите, есть и жировая прослойка, но и есть и жировая прослойка, и небольшие вредные факторы в виде там курения, но у этой женщины МРТ позвоночника прекрасная, у нее нет никаких жалоб на боли, у нее МРТ было сделано просто профилактически для контроля своего состояния, может быть, там небольшой дискомфорт в пояснице она иногда испытывает при длительном сидении. Итого, эти наблюдения отражают научные исследования в полной мере, почему? Потому что наибольший вклад в тот вопрос, будет ли у человека образование грыжи или нет, в первую очередь определяется его генетическим фактором, его наследственностью. Считается, что генетический фактор занимает от 30 до 70%, и только вот небольшая часть – это наш образ жизни. Действительно, курение обычно негативно влияет на диски и действительно может способствовать прогрессированию дегенерации. Также рассматривается, что все-таки чрезмерно избыточная масса тела нагружает и суставы, и позвоночник, и это тоже несколько вредно, но не прям таки, чтобы это было чуть ли не главный фактор. И в то же время люди, которые не занимаются спортом, ведут нездоровый образ жизни, у них могут быть прекрасные мышцы просто от природы, грыжи, но при этом эти размеры мышцы, эта жировая дистрофия этих мышц не коррелирует с тем, есть ли у человека грыжа или нет. То есть на этом примере у пациентки нет грыж, но при этом довольно приличные мышцы, довольно выраженная избыточная масса тела, есть вредные факторы, малоподвижный образ жизни, но грыж нет, хорошая генетика, хорошая наследственность. По поводу того, нужно ли эти диски как-то восстанавливать, вводить какие-то коллагены в эти диски. Действительно, раньше эти исследования проводились и пробовали вводить различные субстанции в диск, но, к сожалению, основной препятствующий фактор в этом, что введение туда каких-то питательных веществ не способствует восстановлению диска, то есть диск не становится снова светлым, красивым, к сожалению, питание диска нарушено, и он может только дегенерировать. То есть обратного исхода, независимо от того, колете вы плазму, вводите ли вы коллаген, делаете вы лазер или нет, новыми диски вам не сделают, это не влияет на восстановление структуры диска, на заживление этого диска. Это не доказано. Работы проводились, но, к сожалению, какого-то достоверного доказательного эффекта в этом плане не было получено. Поэтому основной фактор здесь, конечно, является это фактор времени, это двигательный режим, который человек выполняет в момент образования этих грыж, это определенные физические упражнения, это определенная медикаментозная терапия. Большинство грыж действительно рассасываются. Мы об этом делали много роликов, у нас есть небольшое руководство для пациентов и врачей, как это происходит, обязательно можно об этом почитать. Ссылка будет прикреплена в описании к ролику. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok